Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос, связанный со словами Пресвятой Девы Марии, когда она сказала «Ибо отныне будут ублажать меня все роды». Мы попытаемся понять, что означают эти слова, и мы будем отталкиваться от двух текстов. Это Евангелие от Луки, 1 глава, 46-49 стих, и книга Откровения, 12 глава, с 1 по 2 стих. Сначала прочитаем отрывок из Евангелия от Луки. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы свои я, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его». Все роды имеются в виду все христианские поколения до второго пришествия Сына Божия. Что это за величие, в котором будет пребывать Дева Мария? В книге Откровения Иоанна Богослова есть текст, это 12 глава, 1 и 2 стих, и есть как бы две группы истолкований на этот текст. Сначала прочитаем сам этот текст. «И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения». Есть два объяснения этого текста, что это за жена, облеченная в солнце. Одно объяснение, что это церковь. Ипполит Римский в своем трактате об Антихристе пишет, «Имея в очреве, она кричит от боли и мук рождения. Это значит, что церковь никогда не имеет покоя, рождая из сердца слово и в то же время подвергаясь гонениям в мире со стороны неверных». Это действительно так. История церкви такова, что церковь действительно рождает из себя слово, а мир все время пытается это слово Божие, проповедь Евангелия, остановить. И церковь в муках рождения, как апостол Павел пишет, «Немногие отцы, я родил вас благоествованием своим». И церковь все время рождает именно через проповедь слова, через благоествование новых и новых членов своих. Но есть объяснение и к умения древнехристианского экзегета, который всегда отталкивался от истолкований более древних отцов. Что он предлагает? «Она имела в очреве и кричала от боли и мук рождения. Очевидно, что о ней говорит Исаия. Прежде нежели родить в муках и прежде чем приняла скорбь родовых мук, она убежала и родила сына». То есть она переживала, волновалась, но прежде мук она как бы чудесно устраняется от них. И Кумение объясняет. И Григорий, имеется в виду Григорий Великий, в 13-м слове «Истолкование песни песней» говорит «У кого беременность без саития, у того роды без осквернения, и муки без мучения». И мы знаем, у нас были беседы на другие Евангелия, что Дева Мария родила именно без мук. Но здесь все-таки говорится о муках рождения. Что же имеется в виду? И Кумение продолжает. «Если и у столь великого пророка, и у церковного учителя Дева избежала родовых мук, почему здесь кричала от боли и мук рождения? Сказанное непротиворечиво, да не будет». Что значит «да не будет»? В Писании нет противоречий. И в учении церкви тоже нет. «Ибо не может быть никакого противоречия сказанного, одним и тем же через Духа». Но ты должен понять данные слова, кричит и мучается в таком смысле. До тех пор, пока ангел Божий не сказал Иосифу, что родившийся в ней есть от Духа Святаго, Дева, как и подобает ей, пребывала в унынии, краснея перед обрученным и размышляя, как бы он в самом деле не заподозрил, что она беременна от тайной связи. Итак, уныние и печаль по законам риторики Иоанн назвал криком и мучением. И неудивительно, ибо и Божественному Моисею, духовно общавшемуся с Богом и отчаявшемуся, ибо он увидел Израиль в пустыне, окруженным морем и врагами, было сказано Богом, «Что ты вопиешь ко мне?» Исход 14.15. Также и здесь видение называется криком «Скорбное состояние ума и сердце Девы» обозначает этот крик скорбный. Таким образом, нет сомнения, что Древняя Церковь воспринимала вот этот образ из книги Откровения «Жена, облеченная в солнце», как образ Девы Марии во славе. Как и она сама пророческо изрекла, что отныне ее будут ублажать, то есть превозносить все роды. И в самом Новом Завете такое превозношение Девы Марии мы и обнаруживаем в книге Иоанна Богослова в Апокалипсисе. Итак, сегодня мы ответили еще на один вопрос. Подписывайтесь на библейский портал, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя!